История поселка Володарского началась со строительства предельной фабрики еще в конце 19 века. С тех пор поселок непрерывно рос, развивался и хорошел на глазах. Документальное свидетельство этого бережно хранит местный музей, расположенный в здании библиотеки. Депутат Совета депутатов Ленинского городского округа Лидия Козлова – его частый гость. Она, как коренная жительница Володарки, прекрасно помнит, как менялся поселок с годами. У нас были небольшие дома, у нас была одна школа, было мало народа. Потом, вот к 2010 году мы стали особенно развиваться. Наш маленький поселок имеет большую школу, то есть дети от 1 до 4 класса учатся в одном здании, а с 5 по 11 в другом здании. У нас есть три детских сада. Для развития творческих способностей детей сейчас в поселке также есть все необходимое – Центр культуры Ладыгина, детская школа искусств и спортивный центр «Атлант». Правда, многие объекты инфраструктуры требуют реконструкции и обновления. Центры культуры, досуга и спорта нам нужны площади, нам нужно место, где будут заниматься. Для детской школы искусств тоже нужны площади и места, где дети будут заниматься. Нам не хватает поликлиники. Это тоже большая проблема для нашего поселка. Сейчас на Володарке работает небольшая амбулатория, где на постоянной основе принимают педиатр, терапевт, гинеколог, стоматолог и эндокринолог. Есть также кабинет физиотерапии. Ведут прием и выездные бригады. Но для разросшегося поселка этого недостаточно, считают местные жители. У нас много земли, можно построить много. И поликлинику, и больницу можно. И детские оздоровительные центры. Я хотела, чтобы здесь было двух-трехэтажные хорошие поликлиники. Медицинские тяжело, конечно, без специалистов более-менее хороших. Надо привлечь хороших специалистов. Недавно в амбулатории по губернаторской программе установили современный рентгеновский аппарат. Совсем скоро местные жители смогут, не выезжая из поселка, сделать рентген и флюорографию себе и своим детям. Ожидают поселок и другие нововведения. Для удобства жителей в ближайшее время планируется открыть новый офис МФЦ. Также отделение почты. У нас переедет Сбербанк. Все будет непосредственно в шаговой доступности от жителей. Также органы местного самоуправления и администрации будут находиться в нежилом помещении, которое будет находиться на квартирном жилом доме, что облегчит доступ к власти населения. Сейчас на Володарке проживает 7,5 тысяч жителей. За последние годы было введено в эксплуатацию 17 многоквартирных домов. Словом, поселок растет и развивается. В минувшие выходные ему исполнилось 569 лет. Но из-за пандемии коронавируса праздничные мероприятия прошли в онлайн-формате. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видно этого.